Некоторые люди, пусть Аллах наставит нас и ставят какие-то вещи на дома или на своих детей, или на машины, устанавливают, например, у своих домов голову каких-то животных, например, льва, или, например, рыбу, или кладет изображение кисти человека, или глаз, или какие-то вещи, которые берутся из моря, или какие-то части тела от животных, или подкову, например, или какие-то другие вещи устанавливают, например, какие-то старые тряпки вешают, или что-то пишут, например, пишут, зависть она не принесет вреда, или что-то такого рода. Мы говорим человеку, который делает это, зачем ты делаешь это? Он говорит, потому что Всевышний Аллах сделал эти вещи причиной для отведения сглаза. Мы говорим, это малый ширк, малое многобожие. Если же он еще считает, что эти вещи сами по себе вот так вот отводят сглаз или защищают от джина сами по себе, то это уже становится вообще большим многобожием от ширкуль-акбар. У пророка, саллаху алиссалям, были дыховые животные, у него были дети, у него был дом. Но он ничего из этих вещей не делал. Что нас защищает? Кто нас защищает? Кто защищает наших детей, защищает наше имущество? Только Всевышний Аллах. Означает ли это, что мы не учитываем причины? Да, мы предпринимаем какие-то меры, то есть используем какие-то причины. Например, это шариатские причины, религиозные причины. Если, например, болит у меня живот, я читаю руку, я читаю суру фатиха. Или использую какие-то физические причины, предпринимая физические меры. Например, употребляю мёд. И пью этот мёд. Да, это правильная причина, но при этом я имею убеждение, что исцеление только в руках Аллаха. Но не может быть так, что я, например, поставлю мёд, намажу мёд себе на голову или на плечо и скажу, вот, через это удаляется болезнь. Таким образом, мы должны обязательно стерегаться того, чтобы вот эти вещи, упомянутые, помещать их или вешать их на дома, или машины, или на детей. Продолжение следует...